Я обещал вам зачитать ответ нашей прокуратуры. Мы получили вот буквально его только что. В этом ответе говорится о том, что решение суда является следствием многолетней работы по борьбе с международной преступностью, полиции, прокуратуры и всех соответствующих органов. И установлено было этими органами следствием, что Изабелла Бальфер... Я так понимаю, что не совсем правильно, да, фамилия? А, нет, я знаю где это. Да, Бельфер, Изабелла Бельфер, содействовала похищению своей внучки. Вот такой ответ от нашей прокуратуры. А у нас на телефонной линии консул Российской Федерации в Израиле Владимир Юкалов. Здравствуйте, господин консул. Добрый вечер, Давит, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, позиция российского посольства, позиция Российской Федерации в данном деле? Позиция очень такая, достаточно ясная и четкая. 26 декабря, то есть сегодня, мы получили заявление от гражданки Российской Федерации. Бельфер Ротом Марины Леоновны с просьбой оказать содействие в защите прав интересов ее матери, Бельфер Изабеллы Михайловны, которая является не только гражданкой Израиля, но и гражданкой Российской Федерации. И в настоящее время мы внимательно изучаем обстоятельства, все обстоятельства, связанные с ее делом. Я, как российский консул, естественно, обязан, это входит в мои функции, и одна из основных моих функций является именно защита прав интересов российских граждан. В настоящее время мы поддерживаем связь и с Изабеллой Михайловной, и с ее адвокатом Михаэлем Иронием. Понятно. Господин консул, Владимир, простите, пожалуйста, если вы знаете, вы опытный дипломат, я не сомневаюсь, что вы хорошо подготовленный дипломат, если я скажу вам что-то сейчас не то, вы можете на мой вопрос не отвечать, но я так понимаю, что, в общем, Марина Бельфер, она должна понимать, что нельзя только брать, нужно что-то и давать. И вот здесь у нас сидит Ярон Ротем, он, конечно, не гражданин Российской Федерации, но он отец, и он хочет со своим ребенком видеться в этом желании, согласитесь, вы, наверное, отец, я отец, нет ничего плохого и страшного. Вот могла бы российская сторона, скажем, организовать ему встречу с дочерью, пусть она пройдет в Москве, пусть она пройдет в присутствии дипломатов российского МИДа, пусть она пройдет в присутствии дипломатов израильского посольства. Возможно ли был вот такой, скажем, шаг доброй воли? Давид, вы знаете, я, честно говоря, на этот вопрос ответить на данный момент не готов, потому что, ну, еще раз вам говорю, мы сейчас занимаемся, прежде всего, Изабелла Михайловна и Бельфер. Понятно. Поэтому, так сказать, давайте этот вопрос оставим за скобками, что называется. Давайте, простите, пожалуйста, за этот вопрос. Нет, 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 а что, это ваша работа, а это моя. Спасибо, спасибо большое, Владимир Юкалов. Спасибо вам. Спасибо. Так, мы остановились на том, что вы что-то говорили. Ярон, вы сейчас продолжите то, что вы говорили, но я вас еще раз прошу, я вас очень прошу. Вы все время говорите о вине той страны. Я хочу найти какую-то точку соприкосновения, возможность примирения, возможность конфликта, компромисса. Вы все время говорите, что они виноваты. Я понимаю, что у вас много доказательств того, что у них тоже много доказательств того, что вы виноваты. Вы будете говорить, что они плохие. Я не буду... Это бесперспективный путь. Пожалуйста. Я с вами согласен. Я думаю, что ваш подход абсолютно верный. Вы знаете, Изабелла сказала, что Марина мне позвонила и хотела вернуться вместе с ней в Израиль. Это так? Давайте вернемся к тому моменту. Давайте найдем решение, чтобы Марина действительно вернулась в Израиль. Я хочу вам сказать, что я знаю абсолютно верно, практически на 100%. Я не прокуратура, но из-за особого случая здесь судья, Гершен Герман, который, я думаю, унесет ответственность за всю эту историю. Давайте не будем отдаваться подробностям, но произошло то, что произошло. И я обращаюсь к Изабелле и к Марине, и я надеюсь, что она увидит этот эфир, и ко всем тем, кто может помочь в этой ситуации. Я умоляю, действительно, давайте закончим субботу. Можно достичь соглашения. Мне все равно. Пусть приедет какой-то представитель. Пускай адвокат Иерони договорится о любом соглашении. Если это возможно, возможно ли это? Сейчас, когда говорил консул Российской Федерации, я смотрел на вас, вы так немножко хмурились, морщились. Я вас уверяю, что если вы действительно будете готовы пойти на какое-то серьезное примирение, то посольство, консульство Российской Федерации окажет в этом всю помощь. Потому что я не сомневаюсь, что все хотят вашего примирения. Все хотят конца этой истории. Потому что наша страна, вы поймите, что наша страна-то выглядит нехорошо. Если сейчас 69-летняя женщина пойдет в тюрьму, мы с вами тоже будем выглядеть, к сожалению, плохо. Я понимаю, вина доказана, мы не оспариваем решение суда. А Россия хорошо выглядит? Простите, что я задаю такой вопрос. Россия выглядит хорошо, когда Россия не дает возможность. В этом конфликте все выглядят плохо. Все в плохом положении. Поэтому все хотят помириться. Чтобы вы уже помирили, чтобы посмотрели на свою лилах, взяли ее на ручки. Чтобы все было хорошо, чтобы вы не отнимали ее у Марины. Вот чего все хотят. Вы не отнимаете ее у Марины. И Марина дает вам с ней видеться. Она уже взрослая. Ее уже не надо пеленать, как сказала Изабелла. Ее уже не нужно давать какую-то особую диету. Вот чего все сегодня хотят. Пожалуйста, господин Марины. Я вам скажу так. Во-первых, как вы слышали, вы не услышали ответа от господина Ротома, готов ли он ехать в Россию. Человек, который 7 лет не видел свою дочку... Я думаю, что если будет обеспечена безопасность, для этого мы и говорили с консулом, то... Безопасность? Конечно, поедет. Ну, конечно, поедет. Ну, как вы думаете? Ну, посмотрите на свою дочку. Не поедет. Теперь второе. Я хочу отнестись к решению суда. Во-первых, надо объяснить то, что будет подана апелляция Верховный Израильский суд. Это понятно, мы в этом даже не сможем. Я надеюсь, что Верховный суд Израиля исправит ту ошибку, которая была допущена предыдущей инстанции. Но я более того, я хочу вам объяснить, что моя клиентка была отправлена в тюрьму на 6 лет не из-за того, что она сделала, а из-за того, что она не сделала. В своем приговоре суд пишет, что Изабелла за весь процесс не сделала ничего, чтобы вернуть свою дочку в Израиль. Как можно посылать женщину, 70-летнюю, в тюрьму за то, что она не сделала? Можно заставить женщину 37 лет взять на силу и привезти ее в государство? Понимаете? Да, этого действительно сделать нельзя. Изабелла, у нас осталось буквально, я так посмотрю, 2,5 минуты до конца нашей программы. Может, мы еще успеем каждый сказать по слову, но сейчас слово вам. Вы находитесь в тяжелом положении. Ваши мысли, ваши действия, что вы будете делать? Вы попросите все-таки Марину вернуться? Я понимаю, что я просто заложница, что хотят вернуть Марину любой ценой. Ценой ее жизни, ее матери. Только и всего. Но как она сейчас может приехать? Девочка сказала сегодня мне по телефону, она сказала, я не игрушка в чьих-то руках. Я уже сама понимаю, с кем мне быть и где мне быть. Понятно. То есть вы не будете просить Марину вернуться? Я просила много раз Марину вернуться. Но она каждый раз, когда беседовала со своим бывшим мужем, она убеждалась, что этого делать никак нельзя. И просто они хотят поменять меня на нее. Она сядет на 20 лет в тюрьму, девочка останется сиротой, а я буду здоровья. Это неверно. Это неверно. Она приедет сюда, и она не будет в тюрьме. Я надеюсь, что меня переводят. Я очень надеюсь, что меня переводят. Это неверно. Перестаньте это так представлять. Изабелла. Во-первых, Изабелла не будет в тюрьме, и Марина не будет в тюрьме. Можно с этим все закончить. Зачем это так представлять? Вот теперь я понимаю, у нас есть хоть какая-то возможность для разговора. Если Ярон сказал, что это неверно, может быть. Может быть, у нас есть какая-то возможность для разговора и для развязывания этой ситуации в интересах всех. А в интересах всех мир вашей семье. Потому что все зашло слишком далеко. Через месяц уже не о чем будет говорить. Изабелла, у нас, значит, есть еще месяц. Я должна явиться 27-го к 9 утра в канцелярии суда. Вы видите, включилось российское посольство, телевидение. Так что попробуем все-таки эту ситуацию развязать. Спасибо. Без меня совершенно невиновны. Кроме того, это месяц, это очень много времени. Абсолютно невиновны. Я надеюсь, я еще раз. Что может бабушка сделать? Все, Изабелла. Какое отношение я имею к этой истории? С этим бабушка может сказать. Понятно. Ярон, это все говорилось в суде. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам. Спасибо вам. Я прошу, чтобы Михаил Ирония поехал бы в Россию. В Россию попытался бы сделать все для того, чтобы закончить это. Спасибо, Изабелла. Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, ну вот такая у нас получилась беседа. Я не знаю, была ли она полезной, была ли она интересной. Я все-таки надеюсь, что она была и полезной, и интересной. Конечно, мы продолжаем заниматься этим делом. Конечно, мы продолжаем следить за судьбами всех его участников. У нас реклама, а после рекламы наша следующая тема. Реклама.